Доброе утро! Время новостей. С вами Анна Москаленко и начнем этот выпуск. В Славгороде пополнились ряды всероссийского детско-юношеского движения «ЮнАрмия». Торжественная церемония посвящения учащихся образовательных учреждений прошла в городском «Доме культуры», где новоиспеченным юноармейцам вручили отличительные знаки. Каждый юноармеец в этот день поклялся очтить память героев, защищать слабых, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Также на церемонии впервые вручили два знака юноармейской доблести третьей степени. Один из тех, кто получил эту награду – Родион Кузнецов. «Юноармия, я считаю, что это в первую очередь патриотизм, это любовь к родине. Также это интересно, это всегда познавательно, с новыми ребятами знакомиться, с новыми наставниками». Новые проездные введут в общественном транспорте с 1 апреля. Изменения произойдут в связи с ремонтом путепровода на проспекте Ленина. Напомню, движение там планируют перекрыть уже в следующем месяце. Всего в Барнауле будут действовать четыре тарифных плана. Давайте посмотрим, какие. Проездным билетом «Единый» можно будет оплатить проезд в автобусах и электротранспорте. Он рассчитан на 50 поездок и 60 дней пользования. Его стоимость – 1150 рублей. По проездному курьерски количество поездок не ограничено. Он предназначен для тех, кто много перемещается по городу из-за работы. Этот билет стоит 2500 рублей в месяц. Пенсионный лимитированный пригородный проездной рассчитан на 45 поездок в месяц. У старшего поколения будет возможность выезжать за город. Активировать проездной можно за 680 рублей. Электронный пересадочный проездной билет будет действовать только в некоторых трамваях и троллейбусах города. Это маршруты, которые изменили из-за ремонта путепровода. Стоимость поездки с одной пересадкой в течение 100 минут – 28 рублей. Добавлю, все прежние проездные сохранятся. Новый лекторий об изобразительном искусстве начался в Барнауле. Он посвящен отечественной светской живописи с 18 века по советское время. Их автор – культуролог Лидия Рыжова. На первой встрече слушатели узнали, как в России появилась академическая живопись и научились отличать главных портретистов 18 века. Дальше их ждут лекции «Русское возрождение», «Русские измы», «Слишком красиво», «Суровое искусство» и другие. До сих пор выходят диссертации, которые так или иначе переосмысливают полностью даже наш взгляд на историю искусства. Я, собственно, в основном пользуюсь как раз последними исследованиями, последними книгами искусствоведов, которые вышли буквально там, ну, уж точно в 21 веке. И лучше, если там в 10-х годах, чтобы не отставать от того, что происходит. Лектория – часть проекта «Культурный код». Он включает мастер-классы по живописи, а также интеллектуальные квизы. Проект поддержан грантом президента Российской Федерации. Все лекции проходят в молодежном каворкинг-пространстве «Ёж». Вход на них свободный по регистрации. Для слушателей старше 14 лет. На Алтае завершили работу в рамках всероссийского проекта «Вышитая карта России». Карту Алтайского края выполнили преподаватели Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Наталья Шейкина и студентка Светлана Лавлинских. В процессе использовалась традиционная вышивка староверов. Презентация «Вышитой карты России» пройдет в Чувашии в рамках фестиваля марафона «Песни России». А после она отправится в турне. За это время «Вышитую карту России» покажут во всех крупных регионах страны, а закончатся ее путешествия в Москве. В Алтайском крае стартуют мероприятия, посвященные 45-летию Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина. В программе юбилейных мероприятий два межмузейных проекта. Один из них – Василий Шукшин, Виктор Астафьев, перекресток судеб. В Сростках представят выставку Красноярского краеведческого музея о Викторе Астафьеве, а в Красноярск отправят экспозицию там, где живет Шукшин. Второй проект реализуют совместно с музеем-заповедником Кемерия Михаила Волошина, Республика Крым. Центральным мероприятием юбилейного года станет открытие в сентябре выставки музея Шукшина-45 коллекции «События», которая расскажет о лучших коллекциях музея и дарителях, сыгравших особую роль в развитии музея. И к этому часу это все новости. До встречи!